Всем привет! Я Артур, с вами канал Генезис. Сегодня мы затронем тему укладочных средств. Мы будем говорить об укладочных средствах, которые практически не видны на голове. И первое, о чём я скажу, это глина. Глина обладает особенностью очень сильной фиксации. Главное не переборщить с количеством. Глина создаёт рваный эффект. Эффект потрёпанных волос. Но, к сожалению, у глины есть один небольшой минус. Вам не получится сделать классическую мягкую укладку. В общем, скажу проще. Вы встали утром, нанесли глину, взъерошили и пошли по своим делам. И приобретать глину я рекомендую с минимальным блеском. Low shine. Следующий стайлинг – это помада. Помада позволяет создавать более мягкие, более гладкие укладки. Вы можете просто приладить ту укладку, которую сделали феном. Помада в сравнении с глиной не даёт такой жёсткой фиксации. А это позволяет в том случае, если вы сбили свою укладку, просто добавить ещё помады и придать снова нужное направление. И что немаловажно в помаде, это то, что при тактильных касаниях к волосам вы не ощущаете дискомфорта. То есть, вы не ощущаете эффекта корочки на голове. Я рекомендую брать помады только на водной основе, во избежание жирного блеска. Следующий стайлинг – это паста. Паста – это что-то между глиной и между помадой. Больше подходит для тех, кто хочет жёсткую фиксацию, и тем не менее задать более классическую укладку. Паста, в отличие от глины, очень мягкая. Соответственно, её легче нанести на голову и более равномерно нанести по всей поверхности волос. Теперь я скажу о стайлинге, который мёртво фиксирует ваши волосы. Лак очень негативно влияет на внешний слой волоса. Он делает его более ломким, и это факт. Но, опять же, как сказал Менделеев, не бывает вредных веществ, бывает вредное количество. Для тех, кто использует лак, я настоятельно рекомендую использовать бальзам, либо тоник. Следующее, о чём я буду говорить – это пудра. Пудра. Её можно наносить как на короткие, так и на длинные волосы. Нельзя не отметить большое удобство, а конкретно вы не пачкайте свои руки. Для чего нужна пудра? Создание объёма. Оптимальный вариант, особенно для зимнего времени года – это пудра. И хочу, чтобы вы помнили, что это всего лишь вспомогательный элемент к вашей стрижке. После правильной стрижки очень легко укладываться. В зимнее время года я рекомендую состригать волосы чуть короче, нежели обычно. Укладка облегчится, и вы это увидите сами. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Я очень рад быть полезным для вас. Продолжение следует...